Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 и итоги недели. С вами Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Священный Рамадам приближается к концу. За время благословенного месяца коллективные ифтары стали доброй традицией дагестанцев. О том, как мусульмане провожают месяц в сегодняшнем выпуске. Уступи больному, сам будешь здоров. Очередной рейд ГИБДД с работниками скорой помощи прошел в Махачкале. День памяти и скорби, как вспоминали герои войны в Дагестане, сегодня в выпуске. Благословенный Рамадан сплачивает и объединяет. Главная особенность священного месяца для всех мусульман – это, конечно же, ифтары. 800 человек собрал коллективный ифтар, организованный главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым. В числе гостей общереспубликанского разговения – муфти Ахмат Абдулаев. Среди приглашенных гостей коллективного ифтара – видные политические деятели, представители духовенства, главы муниципальных образований, имамы городов и районов Дагестана, общественники и спортсмены. Общереспубликанский ифтар собрал порядка 800 человек. Инициатором коллективного ифтара стал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Много невежества в нашей жизни, в нашем сознании, в наших поступках. И нам даётся шанс Аллахом для того, чтобы очиститься от этого невежества. И чем больше вы очищаете от невежества, тем лучше становится жизнь Дагестана. Признательность главе региона за тёплые слова в адрес мусульман и внимание выразил муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Он закрепил встречу и коллективный ифтар молитвой во имя благополучия мусульман. Да сделает Аллах сегодняшний наш ифтар таким благодатным адресом, после которого все, многократно увеличенными силами и ответственностью, станут ещё больше работать на благо нашего народа и Отечества. Аминь. В непринуждённой атмосфере верующие имели возможность пообщаться друг с другом, обсудить вопросы, касающиеся мусульман Дагестана. Мероприятие сопровождалось демонстрацией медиароликов, чтением нашидов и мавлидов. Со своей стороны заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов поздравил присутствующих с благословенным месяцем Рамадан, поблагодарив организаторов ифтара. Сегодня собрались и главы администрации, и мамы, и алимы, собрались и учёные, и журналисты, и общественные деятели, депутаты. Это является, с одной стороны, проявлением уважения к великим исламским ценностям, а с другой стороны, подтверждением единства и сплочённости народов Дагестана, единства и сплочённости власти верующих, единства и сплочённости власти и духовного управления мусульман нашей республики. Мероприятие призвано сблизить общество, а также поспособствовать объединению и укреплению узбратства и взаимопонимания между структурами государственных, общественных, религиозных организаций. Это ещё один показатель, и перед самим собой, и перед все вышли, что мы все, мы все заняты одним делом. Мы обслуживаем Дагестанцию. Мы оказываем услуги Дагестанцию. И от того, как вы живёте Дагестанцию, по уроку, это качество нашей работы. И лечение и районов, и правительства, и парламента, и все. Несомненно, подобные мероприятия в месяц Рамадан являются ещё одним фактором сближения, взаимодействия, тесного сотрудничества представителей власти и духовенства. И этот курс поддерживается главой, и сегодня он наглядно это ещё раз доказал, и выступил, замечательно выступили сегодня. И поэтому мы очень надеемся, что подобные мероприятия будут иметь ещё продолжение. 22 июня вся страна вспоминает тех, кто ушёл на фронт. Ровно 76 лет назад фашистская армия напала на Советский Союз. Пощить память погибших в Махачкале к университетской площади города пришли все желающие. Там собрались ветераны, а также первые лица республики, в числе которых глава Дагестана. А дала дань погибшим и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Исполнение песни «Журавли» автор Старасола Гамзатова в день памяти и скорби уже стало традицией. В этот раз на всех языках народов Дагестана. Хоровое пение, возложение цветов к памятнику воинам – обязательные ритуалы, ставшие традиционными в этот день. Главный урок этой войны, как сказал Владимир Владимирович Путин, это возможность не допустить войну. И сегодня во всем мире, вы видите, разные, как раньше говорили, реакционные силы действуют в своих корыстных интересах и ставят мир на грани Третьей мировой войны. Чакар Меджидову побывала во многих городах России. Рассказывает, героев из Дагестана помнят не только в республике, но и за ее пределами. Женщина поделилась историей, которую ей поведали крымчане. Мы, Токсу Тиленкента, побывали в Крыму тропою героев Советского Союза, которые освобождали Крым. Их семь человек. Но нас особо интересовала судьба Магомед Загида Абдулманапова, 19-летнего парня из Дагестана, который сказал немцам, когда попал в плен, все погибшие, эти ребята, мои братья, мы все дети одной родины матери. Вы знаете, ему предлагали жизнь, небо, солнце, море. Он сказал, а кто вам сказал, что я предатель? А вот 12-летний Мурат пришел возложить цветы вместе с дедушкой. О войне, к своему счастью, знает немного из фильмов. Я смотрел фильм «Битва за Севастополь» и понял, как наши солдаты воевали за нас. И сегодня, в такой день, 22 июня, День памяти, я пришел сюда, одел такую военную форму, чтобы почувствовать хоть чуть-чуть, капельку, как переживали солдаты за своих жен, за своих детей. О храбрости и чести солдат помнили, помнят и будут помнить. Ведь история знает тысячи отважных поступков фронтовиков. В их числе, подвиг Владимира Рубинского. Русский богатырь Касая Сажин. Именно так говорили сослуживцы о лейтенанте Владимире Рубинском. Не боясь врагов, в одиночку он взял в плен немецкий танк. Сегодня сотни и тысяч россиян ходят в этот день в скорби с плакатом танка. Именно в честь подвига этого лейтенанта. Святые реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников были впервые выставлены в высокогорном ауле Кумух Лакского района. В эти дни сотни людей со всей республики посещали соборную мечеть села, чтобы взглянуть на них. Как провожали из Махачкалы и как встретили в Кумухе святые раритеты, расскажет наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. С благословения Муфтя Дагестана шейх Ахмад Афанди святые реликвии подготовили для отправки в Кумух. Проводить исторические раритеты приехал глава Дагестана Рамзан Абулатипов. В доме Муфти он осматривает все реликвии, желая счастливой дороги водителям и сопровождающим. Это тоже везут туда? Нет. Это везут? Везут. Так, сам все везут. Автомобили готовы к отъезду. Представители власти, спортсмены и религиозные деятели с трепетом дотрагиваясь до священных реликвий, переносит их из дома шейхов к специально оформленным машинам. Более 50 машин-кортежев в каждой святые реликвии водители понимают ответственность, который лежит на них, довезти святыни до Кумуха в целости и сохранности. На протяжении всего пути жители поселения выходят на обочину трассы, чтобы встретить частичку пророка и проводить благословенный кортеж до пункта назначения. К автомобильной колонии после каждого населенного пункта присоединяется все больше машин. Их количество по пути следования перевалило за 200. По мере приближения к селу встречающих у дорог все больше. На окраину села Кумух вышли женщины, мужчины, взрослые и дети, чтобы первыми поприветствовать кортеж с реликвиями посланника Аллаха. У въезда автоколонну встретил конный экипаж всадников. По прибытию благословенные реликвии заносят в центральную джима мечеть глава имам района религиозные деятели – выдающиеся спортсмены. Этой чести удостаиваются и жители Аула. Очень бережно они проносят их вдоль живого коридора. Люди по обе стороны читают словословия. Внутри 12-ти векового храма на красочно оформленных столах расставляют святые реликвии. Сегодня радостные и счастливые события не только Лакского жамята, Лакского района, всего Дагестана, светлый день. Я даже не осознаю, какой радость, какое счастье. Я считаю, что это счастливый народ, и Аллах их любит. Аллаху Таала, согласно словам алимов, напоминает джамаату народу Лакского района, что он открывает им врата милости. В эти дни жители и гости Аула созерцают благословенные раритеты. Среди исторических предметов – чаша пророка, мечи и кольчуги с подвижников, дверь и накидка каабы и многое другое. Эти реликвии – достояние исламской умы. Они хранились у сподвижников и передавались из поколения в поколение. Самые известные реликвии, сохранившиеся до наших дней, это волосы посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. Передать словами атмосферу внутри мечети невозможно. Такое ощущение, что даже воздух переменился и стал особенным. Люди плачут и просят у Всевышнего неспосылания благодати и милости. Это вообще сверх такие ощущения, как будто я в хаши нахожусь. Такое ощущение. Таких ощущений у меня никогда не было. Я в такой мечети и вообще вживую вижу впервые. У меня эти слова – одни эмоции. Не могу передать те чувства, которые у меня на душе. На официальной части открытия выступающий поздравляют собравшись со знаменательным событием для жития Галакского района и его гостей. Такие впечатления с словами, конечно, трудно выразить. Но спасибо организаторам всем. Спасибо нашему муфту за такое, что дал нам такой шанс увидеть эти асары, пророк Саллия Салам. Религию останутся в Кумухне до 20-го числа этого месяца. На месте подготовлены все необходимые условия, чтобы встречать гостей в выставке. И к другим новостям. Очередной рейд ГИБДД с работниками скорой помощи прошел сегодня в Махачкале. Выявляли тех, кто не уступает дорогу машинам со спецсигналами. Почему водители не помогают тем, кто спешит на помощь, и какие нарушения встречаются чаще всего, выясняла Ума Ибрагимова. Кто не уступает дорогу? Машину уберись, дороги! Это видео, отснятый месяц назад, разгулялось по всем социальным сетям. Водитель автомобиля намеренно не уступает дорогу машине скорой помощи. Сотрудники ГИБДД следили за правонарушителями. После этого факта были организованы рейдовые мероприятия по выявлению водителя, препятствующих проезду спецтранспорта, то есть который не пропускает карету скорой помощи. Водитель этого КАМАЗа не уступил дорогу карете скорой помощи, но вдобавок еще и возмущен. Виноватым себя не считает. Правонарушение на дорогах столицы не редкость, но тенденция улучшения все же наблюдается. Аналогично к прошлым мероприятиям, в этот раз водители более дисциплинированы, при виде спецмашины принимают правый крайний ряд для беспрепятственного проезда автотранспорта. Аслан Османов работает водителем скорой помощи уже четвертый год. Рассказывает, не уступающий на дорогах не единственная проблема. Случается и такое, что невозможно проехать к больнице. Машины посетителей припаркованы прямо на проезжей части. Мы как водители скорой помощи, нам очень сложно подъехать, особенно когда после пяти часов посещаем больные. Машины здесь абсолютно не проедешь, вот такая узкая улица. И хотелось бы водителям обратиться, чтобы машины стояли и проезд оставляли. А не именно, что это во вторую городскую больницу. Также на Лаптио ГИБ-1, также на Шамслу-Алиево центральную больницу, детскую многопрофильную. Сотрудники ГИБДД намерены проводить рейды и дальше, каждый месяц. Ну а тем, кто не уступает дорогу, выписывается штраф в размере 500 рублей, либо лишение водительских прав на три месяца. Ума Ибрагимова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Жители села Севуха Савертовского района своими силами обустраивают село. Помогают в этом деле взрослые и дети. В настоящий момент проводятся ремонтные работы по заливке тротуара на центральной улице. Подробности у Гамзата Нурмагомедова. Все началось с того, что предприниматель Аймасхан Гаджидибиров на собственные средства проложил в родном ауле около 40 метров тротуара вокруг мечети. После этого жители села последовали его благородному примеру. Мы планируем проложить пешеходную дорогу по всему селе. В месяц Рамазан особенно ценно заниматься добрыми делами. Работы предстоит еще много. Мы надеемся, что достигнем своей цели. Любой желающий может прийти и помочь нам. Усилиями Аксакалов удалось провожить более 500 метров тротуара от мечети до Тазията, дома соболезнования. Активное участие в этом приняли пенсионеры. Они пожертвовали накопленные с пенсии деньги на благоустройство села. Я так шла мимо и не смогла отойти. И было так приятно. Каждым днем хорошее наше село. Сажают деревья. Это все делает наш Чамаат. Уже начаты работы по заливке тротуара на центральной улице. Его ширина составляет около двух метров. Помогают от молодой великой. Работы хватает для всех. Мы будем идти дальше. Мы добьемся очень многого. У нас еще в планах есть заливка центральной улицы, обустраивание парка, возрождение нашего парка и так далее. Хотел бы выразить благодарность всем, кто помог финансово, тем, кто помог морально или хоть словом, делом и так далее. В дождь по аулу практически невозможно передвигаться из-за грязи и слякоти. Пешеходные дорожки решат эту проблему. Общественная организация «Молодежь Сивуха» также планирует разбить на территории центральной улицы парк и провести освещение. Гамзат Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасовердовский район. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова